Здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень вкусное, нежное и сочное мясо. Это будет говядина. Я взяла телятину, у меня где-то около килограмма. Вы можете взять и говядину, это без разницы. Просто телятина готовится немножко быстрее. Также нам понадобится лук. У меня три штучки большие, порезаны кольцами, довольно-таки большими кольцами. Также еще понадобится сливочное масло, 150 грамм. Масло должно быть довольно-таки жирное. Еще нам понадобится чеснок, 5 зубчиков, у меня они уже порезанные, сахар, соль, смесь перцев, уксус 9% и горячая вода. Итак, порежем нашу говядину. Смотрите, какие красивые кусочки. Режем сначала вдоль. Смотрите, какая красивая. А потом режем поперек волокон, кубиками такими большими, чтобы кусочки не были маленькие. Видите, поперек волокон режем. Это вдоль волокон. И разрежем в поперек, такими вот крупными кубиками. Говядина у вас может быть, то есть любые кусочки. И задняя часть, и шея, то есть без разницы. Кусочки должны быть не маленькие, чтобы она не разварилась. Разрезаем, и теперь поперек волокон. Такие вот немаленькие кусочки. Ну вот, мясо я порезала. Все ингредиенты у нас готовые. Теперь будем все укладывать в кастрюльку и тушить. Для начала мы берем кастрюльку с толстым дном и выкладываем на дно кастрюльки мясо. Так хорошо укладываем его друг к другу. То есть вы можете брать либо телятину, либо же говядину. Без разницы, кто какое любит. И любую часть. Так хорошо будем укладывать плотненько. В любом случае она потом стушится. Выложили мясо. Теперь выкладываем лук. Лук я нарезала кольцами. Вы можете нарезать полукольцами. Главное, чтобы он был толсто нарезан. Потому что мясо у нас будет тушиться от полтора до двух часов. Если лук будет очень меленький, то потом его практически в мясе не будет видно. Луковицы можете брать 2, 3, 4. То есть по вашему желанию. Сколько вы любите лука? У меня здесь 3 штучки. Не маленькие. Ну вот, я выложила лук. Теперь, для чего нам понадобится горячая вода? Заливаем где-то около 100 грамм. Немного. Можете холодной водой, но оно дольше будет закипать. Залили воду. И теперь сверху укладываем масло. Масло должно быть хорошее, жирное. Порезать можете по-разному. В любом случае оно потом растает. Выкладываем масло. Включаем огонь. Огонь сначала включаем большой, чтобы это все закипело. Когда же это все закипит, огонь мы уменьшим и будем тушить. Закрываем крышечкой и ждем, пока все закипит. Ну вот, смотрите, наше мясо закипело. Смотрите, как оно бурлит. Я сейчас уменьшаю огонь на минимум, так, чтобы оно немножечко так кипело. Закрываю крышечкой и на этом этапе мы будем наше мясо тушить час. Пока никакие специи не бросаем. Специи будем бросать через час. Закрываем крышечкой и на медленном огне, чтобы оно немножко бурлило, тушим час. Ну вот, прошел час. Смотрите, как наше мясо тушится. Запах уже очень потрясающий. Теперь будем добавлять специи. Для начала смесь перцев по вкусу. То есть, кто как любит, более острое или не очень. Дальше будем добавлять чеснок. У меня 5 зубчиков, порезанные кубиком. Пол столовой ложки сахара. Пол столовой ложки соли. Также добавляем пол столовой ложки уксуса 9% обычного столового. На этом этапе хорошо перемешиваем все. Соли можете добавить больше. То есть, можно потом попробовать бульон. Если недостаточно соленой, соли добавляем еще. То есть, по вкусу. Перца, соли по вкусу добавляем. Ну вот, мы все перемешали. Так все аккуратненько укладываем, чтобы было все равномерно. Ну вот, наше мясо продолжает кипеть на медленном огне. Закрываем крышечкой. Еще один час. Ну вот, прошло 2 часа. Наше мясо кипело, бурлило, тушилось. Я его выключаю. Посмотрите, какое оно красивое. Сейчас я его выложу на тарелочку и покажу, какое оно мягкое и нежное получилось. Ну вот, я выложила наше мясо на тарелочку. Аромат просто изумительный. Сейчас посмотрим, какое оно мягенькое. Берем вилочку. Смотрите, как легко оно разбирается на волокна. Смотрите, легко буквально. Сейчас мы попробуем кусочек. Такое оно, буквально небольшое. Ммм, очень мягкое, ароматное. Вкус какой-то просто необыкновенный. Овядина сама по себе очень интересный вкус мяса. Значительно отличается от свинины. Мягкое, вкусное и, можно сказать, диетическое. Такое мясо могут кушать даже детки. Попробуйте, и вы не пожалеете. Смотрите, какой мягкий. Как легко. Прямо смотрите, волокна. Можно по одному разобрать. Очень классное получилось мясо. Попробуйте, и вы не пожалеете. Приятного всем аппетита. Приятного аппетита. Продолжение следует...